Дорогие друзья, дорогие подписчики каналов Парка Львов Тайган и моих каналов и других посвященных жизни Парка Львов Тайган и его создателя Олега Зубкова. Сегодня необычный день. Сегодня 21 апреля 2022 года. А это значит, что сегодня ровно 10 дней, 10 дней, простите, ровно 10 лет, как был открыт этот уникальный парк. Я хочу, друзья, с вами подняться в этот день ногою славы, потому что это такое достойное место для того, чтобы поговорить об этом уникальном парке. 10 лет, друзья. Много это или мало? Я считаю, что для такого парка с одной стороны мало, потому что я думаю, что этот парк будет жить не одно десятилетие. Жить и приносить радость всем посетителям, всем гостям парка. Этот парк был создан с огромной любовью и огромным-огромным желанием к созиданию. Идеи питают в воздухе. Идеи рождают люди. Но чтобы создать нечто подобное, я думаю, что нужен был необычный человек, который рождает и генерирует необычные идеи. И вот воплощением такой необычной идеи и стал этот удивительный парк, находящийся в Крыму. Парк, в который никто не верил поначалу, потому что непонятно было, как в Крыму и львы. Какой может быть парк львов в Крыму? Да, Африка. Ну ладно, парк антилоп здесь, да, там парк кроликов, там, да все что угодно, но только не львы. Никто не верил. Шесть лет, пока этот парк делался, львы подтверждают, что они верили. Вечание, перекличка. Давайте послушаем. Так вот, шесть лет, пока этот парк создавался, никто, кроме Олега Зубкова, не верил в эту идею. Все друзья, все знакомые пытались его отговорить. Настолько эта идея казалась безумной. Собрать самую большую коллекцию хищников, построить в Белогорске, в богом забытом городе, которые не знали, даже крымчане некоторые, что существует такое, ничем не примечательное, абсолютно, создать именно здесь, ни на южном берегу, ни в Ялте, ни в Алуште, ни в Евпатории даже, создать здесь, в богом забытом месте, объект, для которого нужно было специально ехать со всего Крыма, собираться, приезжать на целый день. Это было безумие, так думали многие, но не Олег Зубков. Когда ему пришла идея в голову создать такой парк, он ни минуты после этого не сомневался. Когда в Китае он придумал, что сделает этот парк, он понял, что его идея будет воплощена в жизнь, его мечта. Он так и назвал свою книгу, вышедшую через несколько лет. Мечта, воплощенная в жизнь. Очень много было за эти 10 лет, друзья. Конечно, мы думали и мечтали об этом юбилее, что мы будем его праздновать широко, красиво, что соберутся друзья, настоящие друзья парка, соберутся любители, опять-таки настоящие любители животных. Потому что юбилей зоопарка сказки отмечался очень красиво. А уж Тайган и подавно должен был этот юбилей звучать. Потому что поклонников у этого парка и у Олега Зубкова сейчас очень много по всему миру. И люди собирались ехать, лететь, поздравлять любимый парк. Но не сложилось. Сейчас непростое время. Все мы этому свидетели. И поэтому, я не знаю, будет ли Олег Алексеевич откладывать, либо будем ждать следующего юбилея. Но 10 лет – это шикарная дата для парка. За эти 10 лет, повторюсь, было очень много. И многие из вас, друзья, этому свидетели. Парком восхищались. И Олегом Зубковым. Дачу-ка. Кто-то завидовал. Кто-то ненавидел. Кто-то хотел отобрать этот удивительный парк. А кто-то помогал. И очень многие из вас, друзья, помогали и защищали этот парк. Мы все с вами помним, какие непростые 7 из 10 последних лет были у парка Львов-Тайган. Но гениальность, не побоюсь этого слова, Олега Зубкова состоит не только в том, чтобы придумать и воплотить в жизнь такую мечту, такой парк, но и в том, как он защищал это своё детище. И люди видели, люди верили, да, и помогали отстаивать удивительному человеку его удивительный парк и его человечных львов. Люди влюбляются в этих львов. Люди хотят приезжать в парк, хотят увидеть воочию. Вы знаете, что долгие годы существовала прогулка ко львам. И это тоже уникальная была услуга, которой нет аналогов в мире. И я думаю, что в связи с нынешними событиями, в связи с тем, что даже не с политической обстановкой, а в связи с тем, что львов на планете становится, к сожалению, всё меньше, до сих пор никто, кроме Олега Зубкова, не привозил абсолютно посторонних людей к таким огромным кошкам. И я думаю, что больше этого уже не будет никогда. Никто, по моему мнению, не повторит те вещи, которые делал Олег Алексеевич со своими львами. Никто не повторит ту радость от общения людей и львов, которая была в парке Львов-Тайган. Никогда люди не были, простые, обычные люди, никогда не были настолько близки не только физически, но духовно ко львам. Мне посчастливилось, друзья, быть рядом эти семь лет, когда шла прогулка. И вы знаете, сколько видео было снято во время этих прогулок. Я видела, как горят глаза у людей. Они не верили, даже вот с ними это происходило, они обнимали льва, и они не верили, что это происходит с ними. Есть семь тысяч счастливчиков, которые получили эту услугу. Я бы даже не говорила услугу, которые смогли почувствовать единение и близость с этими огромными кошками. Я думаю, что эти люди никогда не забудут то, что они пережили во время общения с львами. И я больше, чем уверена, что для этих людей, в основном для всех, это было самое необычное и самое удивительное, что с ними могло произойти за их жизнью. Мне жаль, что сейчас нет этой прогулки. Вы знаете, мы точно так же с Олегом Алексеевичем приезжаем и общаемся со львами, но мне кажется, что запретив эту прогулку, украли у многих людей их мечту и радость. Мне искренне жаль. Потому что люди выезжали после этого общения совсем с другими глазами. чук подтверждают. Чук подтверждает. я никогда, друзья, не забуду лица людей рядом с которыми львы устраивали перекличку. Эти видео есть и они навсегда сохранятся в интернете, на разных ресурсах. И мне кажется, чем дальше, тем у этих видео будет, как и у этих львов и у Олега Зубкова, будет больше поклонников. потому что еще повторю, я не верю, что кто-либо когда-либо повторит то, что делал Олег Зубков и делает со своими львами. Друзья, я хотела бы от всего сердца поблагодарить всех вас за то, что вы с нами. Всех, кто помогал тогда в тяжелое время. Всех, кто радовался с нами. Всех, кто огорчался. Всех, кто смотрел нас эти пять лет на YouTube каналах. И всех, кто будет смотреть и впредь на всех наших ресурсах. у парка большой-большой праздник. И я считаю, что не только у парка, а у всех нас большой-большой праздник. Десять лет парку Львов-Тайган. Потому что это радость для тысяч людей. И я надеюсь, что парк будет радовать и дарить радость еще много-много лет. Сегодня вечером от лица всех вас я поздравлю Олега Алексеевича, передам ему все ваши самые теплые поздравления, которые вы написали мне на всех наших ресурсах. и мне, и девочкам, и Виталию Хамутову. Поэтому, друзья, Виват Тайган, Виват, десять лет сердца этих львов и сердца людей бьются в унисон. Я люблю, друзья, вас. Я люблю львы вас. Я просто обожаю парк Львов-Тайган с любовью из Тайгана.